Сегодня стало известно о том, что Сергей Захаряш и Лилия Четрару отправились на свидание. Ребятам дали выходной, который они провели в несъемочной площадке Дом-2. Сергей сообщил, что был очень рад отдохнуть от проекта, ведь такая разгрузка нужна участникам обязательно. Парень также намекнул, что это их первый и, скорее всего, последний выходной на Острове Любви. Все дело в том, что совсем скоро на острова отправляются новые участники, и вполне вероятно, что Захаряш и Четрару должны уступить им свои места, а сами улететь в Россию. Вчера Ольга Рапунцель стала еще на год старше и мудрее. Участница проекта отпраздновала свой юбилей на поляне. Правда, по подсчетам поклонников телестройки, Ольге исполнилось не 30, как она всем рассказывает, а как минимум 35. Ее избранник решил порадовать романтическим свиданием в одном из самых популярных мест столицы, поэтому заказал Москва-Сити ужин на двоих. И после того, как Ольга и Дмитрий отметили день рождения со всеми ребятами на поляне, они отправились в это замечательное место. Мария Кахно до сих пор не смогла убедить зрителей в том, что она девушка из высшего общества. И ничего удивительного в этом нет, ведь со стороны вечно опухшая Маша больше похожа на обычную алкоголичку. И хотя сама девушка списывает все на гормональные проблемы после резкого похудения, уже ни для кого не секрет, как любит она заложить за воротник. А благодаря анонсу будущего эфира уже сейчас стало известно о том, что под градусом Кахно ведет себя, мягко говоря, неадекватно и несет полный бред. По крайней мере, Никиту Кузнецова сбесили слова выпившей Маши о том, что она не даст ему жизни в периметре. В отместку, известный своим цинизмом и жестокостью, Никита танком прошелся по коллеге по шоу в присутствии коллектива. Помимо обвинений в алкоголизме, Кузнецов поднял на смех и внешность Маши и не стал церемониться в выражениях. А сегодня Маша написала странный пост. «Все, ребят, я смирилась с тем, что я никому не нужна, с тем, что я страшная, опухшая, толстая, целлюлитная и так далее. Буду с этим жить и пытаться меняться к лучшему. Всех люблю, каждому своем». Девушки, хочу порекомендовать вам красную нить – оберег из Иерусалима. Красная нить охраняет своего хозяина от дурного глаза и злых людей. Кроме этого, красная нить является очень стильным и ярким аксессуаром, который позволит вам всегда быть в центре внимания. Нить повязывается на левое запястье с семью узлами, близким человеком, которому вы полностью доверяете и любите. Внимание, действует скидка 50%. Успейте купить, так как количество ограничено. Большинство звезд обзавелись такой нитью. Подарите и вы своим близким и себе защиту от дурного глаза. Раз в месяц доставка из самого Иерусалима. Ознакомиться более подробно и заказать можете по ссылочке в описании. Уж каких только женихов не подыскивали Майи Донцовой, работники кастинг-службы. Однако никто из участников так и не смог полюбить эту девушку. А некоторые и вовсе сбегали с телестройки, теряя на ходу последние пожитки, когда в дело начала вмешиваться Донцова старшая, пытаясь вразумить свою дочь. В итоге участница вот уже много месяцев находится в полном одиночестве. И как бы ни ругали зрители Майю и ее весьма своеобразную маму, обе Донцовы еще долгое время будут жить на скандальной телестройке. Сейчас Майя по-прежнему мечтает встретить настоящего мужчину. Однако она уже разочаровалась в тех молодых людях, которые приходят к ней с Россией. Поэтому несколько дней назад Донцова сделала громкое заявление о том, что ждет достойных мужчин на международных кастингах, за которые отвечает Андрей Черкасов. Девушка призвала всех ярких, сильных, смелых и умных мужчин идти именно к ней. Всех антифанатов Ольги Бузовой ждет новый удар, так как вчера в сети появились слухи о том, что в родном городе Бузовой будет установлен памятник в ее честь. Место выбрали очень символическое, так как монумент будет возведен около гимназии, где когда-то обучалась девушка. Предполагаемый памятник будет около трех метров в высоту и уже будущим летом представят первые эскизы, после чего скульптуру начнут отливать из бронзы. Многие были шокированы подобными известиями, которые мало похожи на правду, однако 1 апреля уже прошло. Но ведь над Бузовой смеялись и в тот момент, когда она говорила, что будет петь в Олимпийском, однако уже через несколько месяцев сдержала свое обещание. Сама девушка пока никак не комментирует эти новости. Тата Абрамсон начала готовиться к рождению дочери и продемонстрировала подписчикам первую приобретенную обновочку для своей будущей малышки. Многие поклонники осуждают Тату, ведь покупать вещи ребенку до родов – плохая примета. А вы тоже так считаете? С сети появился анонс, согласно которому в четверг на голосовании должна покинуть проект Виктория Комиссарова. С ней вместе уйдет и Антон Шоки. Что же на самом деле произошло, узнаем только из эфира. По сети ходят слухи, что парочка получила отличное предложение. Вика и Антон станут ведущими музыкального канала. Так может им просто нужно было уйти за периметр, чтобы спокойно пройти инструктаж и приступить к своим новым обязанностям. Или, как обычно, дойдут до ворот и Бузова закричит, что у нее нашелся иммунитет. И это была проверка. Уйдет ли за Вика Антон? Ведь он, не задумываясь и ни слова не говоря ведущей, или своей маме, подруге Оксане, встал и ушел вместе с Комиссаровой. Кстати, сегодня в социальных сетях Антон и Вика публично попросили прощения у зрителей за свои отношения и за свое поведение на проекте. На сегодня это все новости Дома-2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok